Итак, переносимся мы теперь из Польши в Болгарию. Сразу хочу сказать, вот недавно у нас была информация о том, что завтра мы будем проводить отдельный вебинар с экспертами компании Harmony Suits. Будем говорить масштабно об их предложениях, о ситуации вот в сегменте элитных новостроек Болгарии. Не все знают, что в Болгарии есть много весьма-весьма престижного жилья, а оно, собственно, есть, его не может не быть. И вот через несколько секунд к нам присоединится Вячеслав Пулев. Вячеслав, приветствую. Проверяем связь. Ага, отцелетовать-то отцелетовал, а звук-то не подключил. Ну что же, давай подключай звук и все будет хорошо. Вот, теперь подключил, вот теперь салют полноценный. Здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Как меня слышно? Слышно, видно, прекрасно. Отлично, здорово. Как раз вот там вижу, завтра будем, Гарас рассказывал о том, что завтра у нас будет отдельный вебинар, посвященный и вашим проектам, и вашим условиям. Давайте сейчас чуть больше поговорим о общей ситуации в Болгарии, как она видится вам и как она вам видится на побережье. Тут есть ведь много разных мнений, и вот одно из них, оно очень оправданное, на мой взгляд, на 100%, но всегда есть некоторое но. А мнение следующее. Болгарская недвижимость, то ли праведлива, то ли нет, часто считалась недвижимостью дешевой. Но по большому счету с этим даже трудно спорить, в каком смысле. То, что можно, тип объекта, который можно купить, условно говоря, за 40, за 50 тысяч в Болгарии, и это будет уже в известном смысле качественное жилье. Но, условно говоря, в Испании и в Италии такого объекта за эти деньги ты не найдешь. Значит, Болгария дешевле, дешево-недешево, это абсолютный параметр, но дешевле-то уж точно. Сейчас в Болгарии, там, в 2008 году, до 2008, уйму всего строили. Построили, рынок сдулся, проблемы были. Вот сейчас есть определенный кризис, он, безусловно, есть, он есть тоже на рынке недвижимости Болгарии, на рынке курортной недвижимости. На ваш взгляд, как на самом деле обстоит ситуация и какие есть ли здесь есть у потенциального инвестора? Да, могу сказать о том, что, да, Филипп, я соглашусь с вами, что есть такие рассуждения о том, что есть различные компании, которые по-разному реагируют на данную ситуацию. Хотелось бы сказать, что сейчас, возможно, что будет самое сложное, так сказать, этим рисковым инвесторам, которые, да, у которых есть определенные задолженности, да, перед банками, инвесторами и так далее. С такими застройщиками надо быть сейчас очень-очень внимательны. Я думаю, что все прекрасно об этом понимают, да, Филипп, что когда такая ситуация сейчас во всем мире, то сейчас именно таким компаниям будет немножко сложно, так сказать, проверять, да, то есть продавать. Но если компания застройщик, как наша, да, она строит за личные сбережения, за личные деньги, мы не форсируем никогда события, строим наперед очень много объектов, то, соответственно, все так и будет продолжаться. Да, будут скидки, о которых, то есть, да, застройщики будут, так сказать, вынуждены делать побольше какую-то скидку, да, ну, и, соответственно, какую-то рассрочку на строительство, как бы комплекса, да, чтобы человек смог себе приобрести, да, недвижимость. Совет для покупателей, которые, да, рассматривают Болгарию как с дешевой стороны, там, да, многие, то есть, слышат, да, еще много предложений на рынке, которые есть, они есть на самом деле, да, но хотелось бы рекомендовать всем покупателям, которые, да, покупают недвижимость, есть такая организация, торговая палата в Болгарии, которая абсолютно каждый клиент, да, или человек, ну, менеджер, с которым он работает, он всегда может обратиться к нему и спросить, да, о состоянии, то есть, непосредственно с этого застройщика, который делает, как бы, хочет продать свои объекты, да, намного дешевле, ну, и, как бы, у человека должен быть такой немножко, как говорится, загореться лампочка и подумать, то есть, да, он мне предлагает, то есть, там, 50% скидку, давай, давай, покупай, давай депозит и так далее. Хочу сказать, что достаточно-таки пусть люди очень внимательно, да, подходят к покупке именно таких объектов, потому что это достаточно рискованно, надо обращаться к стабильным застройщикам, которые, да, как бы, уже себя зарекомендовали с хорошей стороны, которые работают и все в сроке. Скажите, пожалуйста, вот если мы вернемся к ситуации 2008 года, поговорим, тогда действительно, ну, были истории, когда проекты не завершались, и вот я несколько лет, наверное, 3-4 не был в Болгарии, но до этого я ехал, ну, если ехать, там, это из аэропорта Бургаса, скажем, в сторону Солнечного берега, видно, вот стоят вот эти недострои, какова сейчас их судьба, и ваше ощущение, есть ли риски, что сейчас такие недострои появятся снова? На самом деле, как бы, я думаю, что большинство застройщиков достроят, да, потому что, как бы, есть, да, такая сейчас ситуация в кризис, но многие, я думаю, что достроят свои объекты. В зависимости все, как говорится, от покупателей, да, которые, то есть будут, и от самой компании, которая, в зависимости, как ставит свой отдел продаж или с какими компаниями, то есть она работает, да, у которых есть хорошая репутация, соответственно, то есть люди будут покупать. Просто надо быть повнимательнее, да, может быть, и будут недострои, не сомневаясь в этом, но, которым вы говорите, Филипп, что были недострои, сейчас, на сегодняшний день, могу сказать, что на Солнечном берегу и Святом Власе практически нету таких уже объектов. Да, их, может быть, кто-то перекупил, может быть, продали проект, но все же люди достроили в какие-то через года, да, это, конечно, печально, но это факт, который я наблюдаю, я здесь живу и вижу, что многие, многие комплексы, то есть достроились, нежели кто-то выкупил, сделал отель, к примеру, был апарт-комплекс, переделали. Есть такие случаи, но это меня радует то, что, как бы, многие достроились, достроились. Были проекты, в Святом Власе один был комплекс, который строился, строился даже, я знаю, что его очень активно продавали, потому что мы участвуем во многих выставках, и я тогда не мог понять, да, почему они его предлагают. У меня были, как бы, я был немножко шокирован тем, да, я знаю, что этот комплекс, как бы, не строится, но его очень активно продают и по очень низкой цене, и когда у меня был такой клиент, я сказал, я ничего ему не говорил, потому что это говорю, вы просто, когда приедете в Болгарию, зайдите в торговую палату с менеджером и проверьте состояние этого дома. Как бы, ну, это их право, это они, да, как бы продают, но только могу такой совет сказать, такой совет дать, что проверяйте, это абсолютно открытая информация, если зайти в торговый реестр. Смотрите, а если мы говорим о Болгарии, как, сейчас попытаюсь как-то немножко с другой стороны зайти, от застройщика, вот, сейчас общаешься с застройщиком, вот, и я сейчас прихожу, прихожу, вообще нормально ему сейчас говорить, парень, вот, продавай, как бы тебе не было, может быть и хорошо сейчас, но не тот сезон, когда ты диктуешь условия. Сейчас время покупателя, а не продавца. Вы, как застройщик, будете снижать цены? Я не прошу конкретные цифры. Вы будете снижать цены? Будут ли снижать цены коллеги ваши? И от чего это зависит? Какая здесь логика застройщика? Какая логика застройщика? Я могу только предположить, то, что, как бы, да, сейчас будут делаться скидки. Определенно. Это, безусловно, будут делаться, как бы, рассрочки, которые будут удобны клиенту. Ну, да, это второй момент, потому что застройщик заинтересован продавать. Но я не могу сказать, что если клиент придет и скажет нам, давайте 50% скидку, то застройщик согласится. Если стабильный застройщик, он скажет, ну, я тебе могу сделать, там, 3-5 тысяч, да, я тебе могу сделать скидку, пожалуйста. Но такие моменты, которые, как бы, как многие некоторые приходят и говорят, ну, у вас сейчас вообще работы нет, на самом деле это не так, как бы, все так думают. Мы, как бы, работаем дистанционно уже не первый год, это уже наша старая практика, которую мы практикуем, работаем с клиентами индивидуально, по видео общаемся. Вот, поэтому, как бы, да, скидки, рассрочки, всегда идем навстречу клиента. Если клиент хочет приобрести, то, конечно же, мы пойдем ему навстречу. Поступает много вопросов к нам, которые поступают в чат, они поступают прямо вот, ну, видимо, кто-то лично меня знает, прямо вот в личный чат мне приходят вопросы. Кто будет, на ваш взгляд, кто покупать-то будет в 2020 году, от кого вы ждете спрос? Покупайте, на самом деле, на сегодняшний день покупатели, я могу сказать, что есть абсолютно со всего мира. Большинство – это русскоговорящий контингент, клиент, который абсолютно может жить абсолютно везде. Это не только Россия, это все постсоветское пространство, так как у нас в компании уже достаточно много лет, да, мы 13 лет на рынке, и себя зарекомендовали уже достаточно-таки с такой, так сказать, стабильной стороны. Многие она знают, знают о комплексах, которые строятся, всегда за ними наблюдают. Даже у меня есть клиенты, которые старые, они говорят, давайте посмотрим, у нас сейчас появилась возможность приобрести, а вы что, построили тот комплекс? Мы говорим, да, конечно, он функционирует полностью, абсолютно, вот вы большие молодцы. В этом есть отличие, когда застройщик строят на какие-то кредиты и когда строят за личные средства. Наша компания с самого начала именно выбрала такую позицию, чтобы быть как бы обезопасен, да, от таких вот, как сказать, вот на сегодняшний день такая ситуация прошла, никто не ожидал. Но наши шефы, да, они решили так, что вот так вот мы работаем, продолжаем, есть клиенты, это большой плюс и показатель, и рекомендации от наших уже собственников. Это для меня показатель о том, что как бы компания себя достаточно-таки хорошо реализовывает на болгарском рынке. Ваш прогноз по вторичному рынку. Все-таки смотрите, понятное дело, хорошо, ваш комплекс достроен, там все функционирует, замечательно, но не только в Болгарии комплексов много. На самом деле все в комплексах, и это уже давно не первая, вторая линия, есть пятая, шестая, седьмая, восьмая, десятая, и там на самом деле комплексы, которые функционируют, то есть они были сданы, и там есть все разрешения. Но есть, но там просто цена, условно говоря, может быть ниже, да, соответственно вопрос, вот здесь за счет, может быть, клиентов, которые когда-то не рассчитали свои силы, купили и сейчас будут готовы продавать, можно ли ожидать некого снижения на вторичке, или все-таки это, на ваш взгляд, не будет некой системой? По поводу вторичного рынка могу сказать, что возможно, что будут снижаться цены, да, на вторичный рынок, так как сейчас у нас как-никак, то есть, да, евро подвязан к леву 1.95583, он уже 21 год, он не меняется, да, Болгарский, к примеру, продавец, он как бы не будет заинтересован в том, чтобы продавать, но кто покупал, да, к примеру, с других стран, да, мы знаем, что Украина, Россия, рубль, гривна, она очень сильно, да, пляшет, и Казахстан, Тенге и так далее. Возможно, что будут цены дешевле, но могу сказать о том, что все и еще зависит очень много от управляющей компании, которая обслуживает комплексы. Многие, которые здесь живут, да, которые круглогодично, они говорят, конечно же, что да, такса обслуживания говорит, почему у всех одинаковое, кто-то делает, да, обслуживает, а кто-то, к сожалению, нет. Ну, и есть клиенты, даже мои, которые говорят, Слав, нам надо продать, так как у нас такая ситуация, я как бы, мы всегда менеджер, стараемся помочь. У меня был клиент, который я, которому продал квартиру, но он потом у меня купил опять же. То есть прошло два года, он говорит, Слав, я хочу опять в Болгарию, говорит, я люблю ее, говорит, мне нравится сюда приезжать. Интерес, почему люди там уезжают, приезжают, понятно, то есть это такая универсальная штука, и она, слава богу, от людей не очень зависит. На ваш взгляд, вот ценность объекта сейчас и в краткосрочной перспективе, ну, частично перефразирую вопрос одного из наших зрителей, если мы говорим о больших или меньших рисках, какие регионы, то есть все-таки есть Солнечный берег, вот это такая, ну, давайте под Солнечным берегом подразумевать весь кусок, да, там Елена, Святой Влас, Самнисебр, то есть весь этот кусок, да, есть, и он самый большой по-прежнему в Болгарии, если мы говорим именно про курортную недвижимость, есть весьма специфический, очень красивый, но относительно более дорогой север, да, вот там, те места, которые раньше были такие, тоже классический курорт, там, скажем, к северу от Варны. Есть то, что южнее Бургаса, все вот эти замечательные поселки, городки, Алякино-Морец, где, например, в свое время, там, Царево, где с Бонзе, с Болгарской коммунистической партией еще жили. Вот сейчас люди будут, по-вашему, стремиться туда, где много всего, или туда, где поменьше, или, по большому счету, все побережье находится в данном случае в равных условиях? Ну, могу сказать о том, что больше все-таки, кто бывал в Болгарии, они смотрят на инфраструктуру, которая есть рядом, и даже не важно, где это будет, север или юг, но, как практика показывает от клиентов, многие люди, конечно же, хотят приобрести апартамент, да, хороший, но и смотрят инфраструктуру. Я думаю, что это больше повлияет на покупку, да, квартиры, к примеру, когда человек находится здесь. По поводу того, что где риск, не риск, все зависит от застройщика. Я могу только так сказать, потому что, действительно, он может строить где-то в каком-то месте, где будет очень маленький пляж, где будет очень мало людей, но он достроит, он сделает, он построит, и, соответственно, тут все будет хорошо. Можно и на солнечном берегу купить, да, и не знать, когда, то есть застройщик построит, если не проверить документы, в каком состоянии находится компания. Поэтому тут все, как говорится, у каждого клиента, который, да, смотрит, выбирает, соответственно, он наблюдает за многими моментами, которые его будут устраивать. Да, кому-то надо тишина и спокойствие, лес, море, горы, а кому-то надо, то есть для детей, чтобы это было, вау, много всего, чтобы был такой аттракцион, развлечение, соответственно, от этого уже, как бы, всегда клиенты отталкиваются. Окей, Вячеслав, ну, давайте тогда перейдем вот к конкретному вопросу по объекту. Значит, мы изначально ставим задачу следующим образом. Вот есть клиент, который рассматривает сейчас сохранение или увеличение средств. Мы не говорим про какой-то конкретный объект, но танцуем от частного к общему. Вот что должен быть за объект, который сейчас, через два, через три месяца, когда границы откроют, можно приобрести, потому что он так или иначе будет интересен. Может быть, он в дальнейшем останется таким же ликвидным. Может быть, он, наоборот, может быть, не сверхликвидный, но, по крайней мере, там можно гарантированно получать какой-то небольшой, там, или большой, например, доход. Или вы, например, предполагаете, что этот объект в цене не особо снизится, а наоборот, там его, или наоборот, его сейчас купить можно очень дешево. Итак, объект, который выбрали вы, но поскольку вы застройщик, я понимаю, что вам ближе свои собственные объекты, естественно, давайте. Да. Итак, Болгария, квартира на Солнечном берегу, 46 квадратных метров, цена чуть ниже 40 тысяч. Ну, то есть, скажем, это и не самое дешевое предложение. Да, это не самое дешевое предложение, которое есть 100% в Болгарии, но для нашей компании, которая, как бы, для готового объекта, который есть уже построенный, это достаточно-таки очень-очень хорошая цена. Когда для такого качества строительства, как строит наша компания, для обслуживания, которое получает клиент, для того, чтобы... Имеется в виду, что, к примеру, апартаменты можно сдавать в аренду, да, и получать еще и пассивный доход. Это достаточно-таки оптимальная цена и достаточно-таки хорошая для именно наших комплексов. Скажите, пожалуйста, вот, то есть, речь идет о новом комплексе и относительно престижном жилье. Абсолютно верно. Если мы говорим о престижном жилье по-болгарски, я еще раз хочу сказать нашим коллегам, что мы подробнее, нашим зрителям, что мы завтра подробно будем общаться с компанией Камни Сьюц и обсудим этот вопрос досконально. Да, но сейчас все-таки, вот, сама суть элитной недвижимости, ну, или престижной, давайте так, качественной недвижимости в Болгарии, это что? Как вы ее видите? И почему именно эта история, по вашему мнению, не должна выйти из моды, не должна подешеветь, не должна стоить там на 20-30% дешевле через 3-4 месяца? Да, могу объяснить это так. Когда компания-застройщик строит каждый свой комплекс и вкладывает в него максимально средств, да, которая всегда думает над этим проектом и всегда смотрит, что интересно клиенту и улучшает качество строительства, всегда учится на своих каких-то ошибках, да, которые... Всегда, да, есть какие-то мелочи, мелочи, которые устраняются и качество строительства, плюс управляющая компания, которой клиент получает абсолютно весь спектр услуг, которые ему необходим, но и, конечно же, обслуживание. Комплекс может быть построен по самым лучшим европейским технологиям, абсолютно высший класс, но если обслуживания нету, то, соответственно, эти комплексы с годами и не будут в себя... То есть они не будут в хорошем состоянии. Многие, когда приходят, видят комплекс, которому уже 13 лет, и я его показываю, который не делался никогда абсолютно ремонт, ни косметически ничего, внутри кое-какие моменты, они понимают, что действительно это качественно комплексы, которые не используют никакого гипсокартона, которые заходишь в него, летом он прохладный, зимой заходишь в нем тепло, который... абсолютно вся инфраструктура у тебя под рукой, закрытые территории. Это люди ценят, что есть качество, и, соответственно, люди понимают, что когда хорошо и что качественно, они готовы приобрести чуть-чуть дороже, нежели, да, есть предложение, но у каждого клиента есть свой, как бы, выбор, он всегда делает, люди сами приходят, смотрят, выбирают и делают свой выбор. Мы никогда не говорим, купите только у нас или не покупайте нигде, или купите его там. Окей, то есть ваш взгляд, если его обобщать, не говорить просто изначально, чего мы и не хотели, чтобы нам... Ну, еще сейчас не о конкретном объекте, не о конкретном объекте. То есть мы говорим о том, что интерес – это не только конкретное предложение, но и конкретная компания, которая за этим предложением стоит. Если мы говорим о первичке, ну, понятно, это застройщик. Если мы говорим о вторичке, то это в первую очередь управляющая компания, то есть вот на эту историю надо обязательно смотреть. Да, обязательно посмотреть и историю компании. Да, это тоже немаловажный фактор, чтобы посмотреть, как компания себя ведет на рынке, какие продажи идут. Да, проверки элементарные сделать. Любой абсолютно менеджер, которым клиент работает, он всегда может попросить. Это абсолютно нормально, чтобы человек поинтересовался, да, и спросил документы о том или ином застройщике. Окей, ну и в завершение тогда вот пришел вопрос, все-таки на ваш взгляд, если мы говорим о текущем, о рынке на побережье Болгарска. Да. Есть история, связанная с объектами, которые были построены в 2008, 2010, 2012. Есть новостройки, вы сказали, что их мало, но тем не менее они есть. Покупатель сейчас может рассчитывать на снижение на одном рынке или на втором? На новостройке, на вторичке или на первичке? И иногда порой кажется, что первичка может вообще там в пол уйти, да, по крайней мере какая-то. А вот новостройка и застройщики, да и не только, кстати, в Болгарии, говорят, да не, ребят, скинем, но умеренно. Да. Ну, могу сказать так, что все же больше люди смотрят на первичный рынок, на первичный рынок люди больше делают акцент. Это потому, что многие хотят, чтобы была, к примеру, чуть большая рассрочка, которая всегда дается. Плюс второй момент, люди хотят новое. Хотят новое, чтобы заехать в свои апартаменты, чтобы было все новенькое абсолютно. Но есть и такие, которые вторичные предложения, которые достаточно-таки очень интересные. И, соответственно, клиент сам выбирает. Скажите, а вот у вас сейчас среди ваших клиентов, которые, ну, просто, допустим, в ваших комплексах, которые уже были построены там и 3, и 5, и 7 лет назад, появились вот сейчас именно предложения на вторичном рынке, которые вы бы назвали интересными? Могу сказать, что есть, но не сейчас появились. Они были, возможно, что еще с нового года были кое-какие предложения, которые мы быстро, в принципе, продали. Вот, поэтому на сегодняшний день, как я вижу, нету того бума, который бы все давайте продавать, лишь бы быстро продать. Нет, нету такого, чтобы все ринули сразу быстро продать. Такой ситуации в нашей компании нету. Может быть, в других компаниях, я не могу говорить от лица других компаний, да. Но что вижу по статистикам, да, по прайсам, которые присылаются, нету. К сожалению, нету, то есть может быть и к радости. Я, например, этому радуюсь, что мои клиенты, многие, да, не хотят продавать. И это меня на самом деле радует, что люди все-таки думают о том, что... Большинство, наоборот, мне пишут о том, что, Слава, спасибо, что у нас есть квартира. Мы с радостью ждем, когда приедем, потому что у вас в Болгарии действительно здравница, особенно сейчас с этой ситуацией. Я вначале думал, что будет обратный эффект, честно вам говорю, как есть, но оказалось немножко другой. Люди, наоборот, ждут, не дождутся, когда приехать. И пишут, Слава, когда мы приедем к вам, мы уже хотим море, горы, мы хотим все. Я думаю, если мы дали им точный ответ, когда можно приехать, эмоции... Но могу сказать, Филипп, и другой момент, что в Болгарии, я как здесь постоянно нахожусь, я многие вижу, что рестораны, которые открыты, да, начинают уже многие, то есть открываться. И потихоньку, потихоньку, то есть, как бы все налаживается. А разрешено, кстати, разрешено, не разрешено, что разрешают-то, давайте у старых самих... Ну, у нас разрешено, в принципе, в Болгарии на сегодняшний день. Можно выйти в парк, но обязательно в маске. В парках можно уже гулять, да, как бы без абсолютно вопросов. А рестораны, вы сказали, в ресторанах при парке можно или только на вынос они работают? Только на вынос, на сегодняшний день только на вынос. Абсолютно все рестораны перестроились на эту среду, поэтому, да, ну и зачастую, как бы, люди не хотят заходить там, где есть общее кондиционирование. Как наблюдается это, да, магазины и так далее, все избегают сразу же маски в этом, потому что это, как бы, ну, является... Так пишут, по крайней мере, да, что это именно не самый большой разносчик. Вот. Ну, в Болгарии позитивно говорят о том, что в июле месяца уже будет активно, будет сезон. Так об этом говорят болгарские медиа, по крайней мере, которые мы читаем и видим. Вот, соответственно, мы надеемся, что многие приедут, и другой немалый важный фактор, многие, как отдел аренды, которые в нашей компании работают, говорят, что запросы есть. И вначале у меня были, как бы, я был немножко шокирован, говорю, как бы, почему? Они говорят, ну, Слав, пойми, что многие большие отели не откроются, им просто не разрешат, потому что all-inclusive и общее кондиционирование, коридоры и так далее, говорят, скорее всего, что нет. И, соответственно, говорят, что в квартиры больше набирают популярность и обороты. Люди приезжают, так как в квартирах, соответственно, у тебя самостоятельный кондиционер, и ты находишься, как бы, в закрытом помещении. Это меня радует, что люди это понимают, да, и есть бронирование, и есть люди, которые уже, как говорится, ждут, когда откроются, да, все границы, и сразу смогут приехать. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Вячеслав Кулеев, специалист по недвижимости компании Harmony Suits. Я, во-первых, контакты компании попрошу показать. Сейчас от моей коллеги. Вячеслав, ну, а с вами мы встретимся еще завтра. И сейчас контакты компании есть с вами и с вашей коллегой. Обязательно завтра с 13.00. Я попрошу еще раз информацию о нашем завтрашнем вебинаре. Благодарю, Филипп. Вячеслав, спасибо огромное. До встречи. До встречи. И до встречи в Болгарии, в России и в других странах, о которых мы сегодня говорим. Надеюсь, в ближайшее время это, да, уверены даже, что в ближайшее время эта история восстановится. Восстановится.